Украинская компания Во время рейда компания понесла немалые убытки. Все закончилось разбитыми дверями и перевернутым кабинетом после обыска. Сотрудники утверждают, что они пришли на работу, как ни в чем не бывало, но ближе к обеду они стали жертвами физического насилия. Их всех удерживали в офисе против воли. Я напичкалась таблетками и более не менее могу оперировать как-то какими-то предложениями. Это кошмар, что там творится. Работникам компании пришлось вызвать еще один наряд полиции. Но они также не смогли остановить беспредел. Более того, вместе со своими киевскими коллегами закрылись в кабинете и продолжали свои следственные действия без присутствия понятых. Но при этом опечатали двери мусорным пакетом, потому что люди, которые хотят забрать свои личные вещи, им мешали. Пожалуйста, можно понятых туда? Ну, а да, полиция может уже кучки стоять. Окей, класс. Нам вызывать полицию? Диалог с правоохранителями ввел адвокат компании. Но разговор явно не удался. После того, как его закрыли насильно в кабинете, толкнули на пол и прошлись по нем ногами, а также на его просьбе отпустить, предложили выпрыгнуть в окно. Ему понадобилась медицинская помощь. Вы видели сами, что это происходит? Полиция стояла у вас за спиной. Единственное, что могли сделать работники компании грузоперевозчика, это снимать все на видео. А правоохранители, в свою очередь, угрожали, что отберут телефоны и применяли физическую силу.